31 июля эстонские власти отказались следовать примеру латвийских и литовских коллег в части введения дополнительных санкций против России, помимо тех, которые уже приняты Европейским Союзом. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урма Спай. Прокомментировать такое решение эстонских властей мы попросили депутата Риги Когу Валерия Корба. Вы знаете, мне в этом отношении нравится позиция наших северных соседей. Я всегда для меня каким-то мерилом или эталоном был соседей, северные соседи финское правительство и его такая сдержанная политика и связь, скажем, собственно говоря, как с западом, так и с востоком. И разумное проведение, собственно говоря, и правительства, и парламента, и комиссий, которые в парламенте работают, и вообще к экономике. Потому что в жизни у меня бывали случаи, когда, например, приезжаешь в местное самоуправление Финляндии, в коммуны, мэр встречается, где-то встречается, скажем так, прилетел только что с Брюсселя, говорит, вот два дня дома побуду, в принципе, опять туда полечу. И точно такие же тесные контакты, например, с восточными, собственно говоря, соседями, я имею в виду и Мурманская, и Карелецкая областей, которые соседствуют, собственно говоря, с Финляндией. Поэтому вот такое вмешанное, разумное продолжение, собственно говоря, своей жизни, мне кажется, что вот у нас не хватает, мы китаемся с одной крайности. Вот эта система плохо, вот здесь мы будем поддерживать, хотя будем откровенно говорить, что на этом большом фоне, в котором живет, собственно, на Европейском Союзе, более 500 миллионов человек проживает, миллион 300 Эстонии, это совсем маленько. Я уж не говорю по объемам к экономике, поэтому вот без такого разумного подхода, я думаю, что у нас не будет настоящего будущего. В индивидуальном порядке введение каких-либо других ограничений в отношении России всерьез не обсуждается, сообщил Пайет. Он считает неразумным давить Россию в одиночку, разумно работать на то, чтобы Европейский Союз принимал бы в части санкции единое решение, заявил руководитель эстонского политического ведомства. В Тойло состоялось заседание рабочей группы по выработке стратегии развития региона Ихви-Кохтла-Ярви. В этот регион входит пять самоуправлений Ихви-Кохтла-Ярви, Кохтла, Кохтланыме и Тойло. По словам вице-мэра Кохтла-Ярви Виталия Бородина, в Идавируму сейчас идет разработка программных документов стратегии развития до 2020 года двух регионов. Один из них – регион Нарва-Нарваису, второй – Ихви-Кохтла-Ярви. На реализацию стратегии развития обоих регионов суммарно предполагается затратить 29 миллионов евро из фонда Евросоюза. На состоявшемся совещании представители городского управления Кохтла-Ярви внесли свои предложения в отношении развития промзон, парков, скверов, велосипедных дорожек и других объектов инфраструктуры. Нынешнее заседание состоялось в Тойло, поскольку рабочая группа собирается поочередно в разных самоуправлениях, входящих в наш регион. Согласно постановлению городского собрания Кохтла-Ярви от 19 января 2014 года, право на льготы при пользовании автобусными линиями имеют жители Кохтла-Ярви и жители самоуправлений, участвующих в финансировании услуги общественного транспорта. Учитывая обстоятельства, что городу Кохтла-Ярви не удалось заключить договор о самофинансировании автобусных линий с Ихвинской волостью, во избежание нарушений постановления горсобрания, гору права по договоренности с перевозчиком вынуждена прекратить с 7 августа этого года предоставление льгот жителям Ихви. Начиная с 7 августа лица в возрасте 65 лет и старше, проживающие в Ихве, не могут пользоваться правом на бесплатный проезд. Также жители Ихвинской волости не могут покупать льготные 30-дневные билеты. Кроме того, с карточек, принадлежащих ученикам и лицам в возрасте 65 лет и старше, будут сниматься деньги из расчета 1 евро 1 поездка. Льготные 30-дневные билеты и билеты на 10 поездок, купленные на момент 6 августа, будут действительны до окончания срока действия. 8 августа на предприятии Ярви Биопухастус состоялась встреча с Советом Биопухастус, в который входят представители городов Кохтла-Ярви, Ихвики, Вилли и Пюсси, а также члены правления предприятия. Где обсуждалось решение о повышении цены за кубометр. Это связано, конечно же, прежде всего с тем, что длительное время не менялась стоимость воды, канализации и очистки. Она из трех составляющих состоит, вот стоимость, образно говоря, на воду. Поэтому и по итогам предыдущего экономического года, да еще и в начале этого года, речь шла о том, что все-таки затраты, которые несет Биопухастус, все-таки в связи с тем, что и повышались тарифы и на электричество, и на газ, и на остальные, скажем так, компоненты, которые необходимы в жизни деятельности нашей фирмы. Более того, не секрет и то, что сама Биопухастус являлась фирмой, которая получала финансирование для решения проектов и в Киевиле, и в городе Кохлоярви. Я имею в виду, прежде всего, это осушение или мелиорация в кукруской части города, где везде предусматривается софинансирование со стороны Биопухастуса. Более того, предусматривается и софинансирование со стороны Биопухастуса на обновленные сети, которые были заменены во всех частях и во всех самоуправлениях, которые входят в состав фирмы Биопухастус. Поэтому через тарифы, об этом было и раньше говорилось, что через тарифы эти и кредиты, которые для софинансирования брались со стороны Биопухастуса, придется возвращать. Сегодня расчеты, сделанные правлением Биопухастуса, эти, так сказать, все доли софинансирования учли. Новая цена с 1 января 2015 года составит примерно 2,35 евро за кубометр воды и канализации без налога с оборота. Но, по словам мэра Кохлоярви Евгения Соловьева, эта цена не является окончательной. По словам заместителя мэра по хозяйственной части Дениса Вершинина, согласно проведенному конкурсу госпоставки по замене асфальтного покрытия в Кохлоярви, работы идут по графику. И на сегодняшний день полностью завершены работы по асфальтированию территории дома престарелых в Ахминской части города. То есть там в полном объеме сделаны все работы, то есть вложен новый асфальт, сделано озеленение, то есть этот объект закончен. На сегодняшний день активно ведутся работы по асфальтированию в Старом Ахме, это Ахминское шоссе, кусок от переезда до переезда длиной 1,7 километра. По предварительным данным на этом участке дороги уже уложено более полутора тысяч тонн асфальта. Также будет построен новый тротуар. Помимо этого, поскольку вся техника и бригады работают там, значит, и как в конкурсе было заявлено, будет заменено также асфальтовое покрытие на улице Сына Ява, Ритсика. То есть вот этот вот круг в Старом Ахме будет сделан полностью, в полном объеме. И приблизительно по времени эти работы еще будут именно в Старом Ахме проводиться порядка двух-трех недель. Все зависит от того, как будет с погодой обстоят дела. Далее в списке на ремонт дорог стоят улицы Тервиза и Альцерва, в Яревской части города улица Ая, а также парковочная площадка около школы искусств. Срок выполнения работы ориентировочно 4 ноября. 4 ноября – это срок сдачи исполнительной документации, все-все вот эти, скажем так, бумажные части. Вот я думаю, что работы будут завершены немножечко пораньше. Капитальный ремонт дорог в этом году городу обойдется 843 тысячи евро без налога с оборота. 3 миллиона евро было инвестировано в пристройку крупнейшего в Кохт-Лоярве Ихве торгового центра «Верония», который после расширения увеличил свои торговые площади на 6500 квадратных метров. Этому событию был посвящен праздник, который в пятницу устроили хозяева «Веронии». За час до официального открытия начал собираться бомонд. После того, как мэр Кохт-Лоярве Евгений Соловьев перерезал ленточку, к месту торжества были допущены рядовые горожане. Это дает, прежде всего, создает дополнительный положительный имидж городу Кохт-Лоярве. Здесь сегодня же у нас и арендаторы те, которых даже нет и в Ихве. И это, кроме всего прочего, дополнительные рабочие места, почти 70. Так что, по всех отношениях, это положительное событие в городе Кохт-Лоярве. Одновременно с дополнительными торговыми площадями был открыт и новый автовокзал, который, по словам Евгения Соловьева, очень нужен городу. Новый автовокзал начнет действовать у нас с 1 сентября, поскольку должны быть согласованы все графики движения всех перевозчиков по Эстонии и, более того, междугородних перевозчиков. Поэтому говорить о том, что будет с сегодняшнего дня автовокзал на новом месте, не приходится. Но вместе с тем я должен отметить, что новый автовокзал будет располагать огромной информацией для наших жителей города Кохт-Лоярве. И, более того, автовокзал будет оказывать дополнительные услуги для нашего населения и, конечно же, в первую очередь для пассажиров. Я здесь имею в виду наличие кафе, когда приходится людям ждать, может быть, даже несколько часов автобус. И, более того, если это происходит в поздние или, наоборот, в ранние часы времени суток. Поэтому говорить о том, что автовокзал сегодня приобретает новый вид и новую услугу начинает оказывать, это вполне, так сказать, оправданно. И только удобство дополнительное нашим жителям. Что касается места расположения нового автовокзала, то, с моей точки зрения, он располагается еще более удобно для жителей Ярвецкой части города, поскольку он находится ближе к жилому сектору города. Праздничное открытие расширенной Веронии отмечено бесплатной развлекательной программой. И, как выразились организаторы, невероятными скидками и раздачей подарков. Среди новых магазинов, появившихся в расширенной Веронии, центр строительных материалов «Эхитус АБЦ», «Коду Экстра», магазин игрушек «Юки Клик», «Мики Ямини», торгующие детской одеждой «Кнопка», «Песу Песа», «Голд Тайм», «Волкинг» и магазин аксессуаров «Линда». Здесь также открылись ресторан «Суши», «Суши Тайгер» и «Соляри Де Пяйки». По словам члена правления Веронии Кескос, Кения Карпова, в новых помещениях центра в общей сложности будет около 30 магазинов и пунктов обслуживания, детская игровая зона и ресторан. Под новый городской автовокзал отведено около 220 квадратных метров площадей, на которых размещены современный зал ожидания отделения доставки посылок. Узнав, что в честь открытия новых площадей Веронии снижены цены, скидки достигают 80%, народ поспешил принять участие в празднике. В декабре Верония Кескос намерена открыть новый торговый центр площадью более 4000 квадратных метров в Ахминской части Кохт-Лоярве. В соответствии с нынешними требованиями в Доме престарелых в Ахминске были установлены 16 противопожарных дверей. Работы профинансированы из городского бюджета Кохт-Лоярве. Противопожарные двери, конечно, сами по себе не тушат огонь, однако они надежнее обычных разделяют секции зданий в случае пожара. Это дает больше времени на эвакуацию людей. Кроме того, в детском саду Каруки Мишутка в Ярвисской части Кохт-Лоярве ведутся работы по замене старых окон на новые. Всего будет заменено 52 окна. Работы планируется закончить 31 августа. Замена окон финансируется Государственным фондом ЕАЭС в рамках программы по поддержке региональных инвестиций. В ночь с 3 на 4 августа на предприятии Уйкола-Прюгила на ленте для сортировки мусора ночная смена обнаружила ручную гранату. Работники предприятия о находке сообщили спасательному департаменту. По словам члена правления предприятия Уйкола-Прюгила Владимира Тужилкина, саперы отреагировали незамедлительно. И в течение короткого времени граната была обезврежена. Самое интересное, что граната прошла предварительную обработку на линии сортировки. И в ходе уже, там где обнаружили, обнаружили работники на линии. То есть она неоднократно, будем говорить, подтверждалась к опасности взрыва. Все обошлось. Саперы подтвердили, что граната боевая. То есть вам повезло? Очень. Спасательный департамент напоминает, как вести себя, если вы нашли, возможно, взрывоопасный предмет или вещество. Во-первых, если вы нашли взрывоопасный предмет, не прикасайтесь к нему. Во-вторых, предостерегите находящихся поблизости людей от взрывоопасного предмета. Не позволяйте прикасаться к этому предмету остальным. И в-третьих, сразу же сообщите о находке по номеру телефона 112. С виду находящийся в плохом состоянии ржавая и покрытая мхом мина или граната обычно по-прежнему исправна и может взорваться от малейшего движения или прикосновения. Особенно опасны поднятие или разборка взрывных устройств. В этом году истекает срок действия более чем 400 тысяч удостоверяющих личность документов, поэтому власти призывают население позаботиться о получении новых паспортов и ЕД-карт заранее. Ответственность за то, что документы были действующими, полностью лежит на хозяине этих документов. Никаких оповещений по электронной посте или телефону ждать не стоит. Департамент полиции и погранохраны напоминает, что если вы планируете отправиться в путешествие, то нужно заранее проверить срок действия ваших удостоверяющих личность документов, а при необходимости ходатайствовать о новом. Всю дополнительную информацию можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны по адресу policia.ee. Информация доступна в том числе и на русском языке. В родильном отделении Идовировской центральной больницы появилось на свет на 7 августа этого года 269 новорожденных, 146 мальчиков и 123 девочки. Из них одна пара близнецов. По сравнению с прошлым годом за этот же период родилось 277 детей. Обычно статистика наша показывает, что где-то около 400 родов в год плюс-минус 10-15. Если смотреть на возраст рожениц, то больше всего детей рожают женщины в возрасте от 25 до 29 лет. Однако все больше рожениц в возрасте старше 40 лет. Показывают статистические данные по Эстонии. В современном, особенно по европейской статистике, конечно, первые роды, они зачастую откладываются после 30 лет. Я бы не сказал, что в нашем регионе это уже очень такое ежедневное явление. Точной статистики у нас нет. Почему-то статистика что нас интересует? Сколько было до 16-ти? И почему-то сколько было после 45-ти? Ну, и того, и другого. Каждый год. Ну, есть некоторые единичные случаи или их нет вообще. Но такая тенденция, что ввиду нашей современной жизни, конечно, все-таки первые роды откладываются. И чем больше мы будем видеть, что перворожающие женщины, если не в 30, тогда близко в 30 или после 30. Как показывает статистика по Эстонии, в настоящее время большинство женщин желают до рождения детей закончить учебу и начать карьеру, поэтому активный возраст рождения детей повысился. Средний возраст матери при рождении первого ребенка начал повышаться еще в середине 90-х годов. По сути, это означает отсрочку рождения детей. Поэтому уменьшение количества рождений в 1990-х годах и увеличение в 2000-х годах являются логичным, передают статистические данные. Особенно торжественно праздновался 2 августа День памяти пророка Ильи в Аскнарве в Ильинском скиту Пехтинского женского монастыря. Здесь Ильин день – престольный праздник. Ежегодно в это время множество верующих от мала до велика стекаются сюда не только со всех уголков Эстонии, но и других стран. Так было и нынче. Молящихся было столь много, что храм не смог их всех вместить, полон был и притвор, как и площадь перед входом в храм. Храм был украшен множеством живых цветов, и не только в вазах, но и многие иконы были обрамлены изумительного рисунка гирляндами из живых цветов. Перед началом божественной литургии был отслужен водосвятный молебень, в завершении которого окропили святой водой и всех находящихся в храме. Хотя в этот раз богослужение было не архиерейско, но оно было поистине праздничное, мощное и красивое. Божественную литургию возглавил претерий Вячеслав Корягин в служении клириков Пехтинского женского монастыря, а также и гостей священнослужителей, прибывших как из других приходов Эстонской православной церкви Московского патриархата, так и более дальних из России и Финляндии. Изумительно пел хор сестер Пехтинской обители. Почти весь храм пожелал исповедаться и причаститься к святых христовых тайн, так что причастие проходило из четырех чаш. После божественной литургии состоялся крестный ход вокруг величественного белоснежного храма святого пророка Ильи. И это был великолепный крестный ход. Сопутствовала этому и погода, солнце щедро заливало святое место скита. Пророк Илья – один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Это был человек, который при жизни воскрешал мертвых. Это был пророк, который не увидел смерти. Живым вознесен Богом Царствие Небесное. Он родился в Весвии Голландской в колене Ливийном за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого епофания Кипрского, когда родился Илья, отцу его было таинственное видение. Мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенным огненным. Имя пророка Ильи переводится как «Бог мой Господь», что выражает основное содержание его служения – ревностная борьба за поклонение единому Богу и своими делами являвшего его могущество. Святой пророк Илья действительно был пламенным ревнителем веры и благочестия. С малых лет он посвятил себя единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование самого нечестивого израильского царя Ахава. Иосавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую религию. В стране культивировалось поколение Ваалу, народ отпал от истинной веры предков в единого Бога. Пророков израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илья поразил землю трехлетней засухой. Молитву небеса заключив. После этого он, чтобы избежать гнева Изавели, по указанию Божьему скрылся у потока хоров, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему пищу. Конечно, народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Ветхозаветное предание рассказывает о том, что Господь по своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушать слова пророка Ильи. Для пророка было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному богопочитанию. Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые совершались по молитве пророка, Изавель желала убить его. Снова начинаются преследования и гонения. Илья уходит в пустыню. Этот суровый, непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в отчаяние. Ему казалось, что лишь он один остался верен истинному богу, что не осталось на земле никого, кому он мог бы передать и сохранить веру отцов в единого бога. И не находя в себе более сил, на пророческое служение в отчаянии взывает к богу. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою!» На горе Хариф этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцание лицом к лицу бога. Господь утешил его, сказав, что остались еще люди на земле, никогда не поклонявшись идолам, и указал Илье на Елисея, который он выбрал пророком после Ильи. Столь яркое событие в жизни пророка Ильи показало ему, насколько Господь милостив, что он не только грозный карающий судья. Елисей стал учеником пророка Ильи и свидетелем его восхождения на небо в огненной колеснице. Взят был Илья на небо живым. Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понес Илья вихри на небо. Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Янах, живший до потопа. Апокрафическая книга премудрости Иисуса, сына Сирахава, описывает это событие так. Илья сокрыт был вихрем, Елисей исполнился духом его. Согласно ей, Илья оставил пророку Елисею свою верхнюю одежду – милость. Сбросив ее тому уже с огненной колесницы, Елисей взял его милость – плащ, и ударил ею по воде, и вода раступилась, что указывало на то, что духовное наследие пророка Ильи перешло Елисею. Пророк Илья вновь появился в Новом Завете во время преображения Господня. Он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавора, чтобы беседовать с Иисусом Христом. По преданию церкви пророк Илья явится на землю снова. Он будет по тече второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть. Жизнь пророка Ильи научает нас тому, какими были истинные пророки, призванные Богом на особое служение, на особую миссию – возвещать людям о Боге. В разные периоды человеческой истории Бог посылал людям пророков, чтобы от них люди услышали Слово Истины, чтобы они чудесами засвидетельствовали присутствие Божие и силу Божию. И еще одному научаемся мы из жизни пророка Ильи тому, что каждый пророк оставлял после себя духовное потомство. Вспоминая ветхозаветных пророков, мы вспоминаем не просто каких-то людей, которые жили в древности и 3000 лет назад прославлялись своими великими делами, но святых, духовное наследие которых продолжает жить в нашей Церкви. Вспоминаем их, молимся им, мы надеемся, хотя бы в малой степени проникнуться тем духом, которым они жили, и получить хотя бы частицу той благодати Божией, которая была дана им не ради них самих, но дабы помочь им нести нелегкую миссию, свидетельство о Боге перед людьми. Завершилось праздничное богослужение всеобщей трапезой. Праздничные столы были накрыты прямо на территории скита, но и после нее народ еще долго не покидал это святое место, которое еще сравнительно недавно лежало в руинах, а теперь вот благодаря и вкладу меценатов возвышается во всем своем благолепии и великолепии. Особенно большую помощь, как в возрождении величественного белоснежного храма святого пророка Ильи, так и всего этого скита пюхтинского женского монастыря, оказал известный предприниматель Николай Осипенко. Все здесь дышит неземной благодатью, которая светила великим своим светом и души всех пришедших сюда людей. Субтитры создавал DimaTorzok